За чашкой чая, что называется, без галстука. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов провел встречу с представителями бизнес-сообщества Звенигорода. За круглым столом собрались те, кто больше других пострадал за время пандемии, управляющие и директора отелей и ресторанов. Хочется услышать и понять, дошли ли меры, есть ли какие-то сложности в получении. Что необходимо еще нам сделать? Нам непосредственно как местная власть, нам как группу от бизнеса и поднять информацию, что называется, с земли на самый верх. Предпринимателям, наиболее пострадавшим от введения ограничений в период распространения коронавируса, рассказали о мерах поддержки, на которые они могут рассчитывать. И не только. Развивать туризм в Звенигороде решили сообща. Это благотворно повлияет не только на бизнес, но и на экономику в целом. Звенигород – это жемчужина России. Это культурная, духовная часть столицы. Вторая после всех ее посадок, после Лавры. И, конечно, не привлекать жителей, не привлекать туристов она просто не может. Это исключено. Для большинства туристов Звенигород начинается с центральной улицы – Московской. Фасады магазинов и кафе не должны портить ее облик, а единый стандарт оформления должен быть обязателен для всех, пока собственникам есть над чем поработать. Уже работа началась. Часть забора уже начали демонтировать, отодвигать бетонные блоки. До 1 октября максимально все по нашим требованиям будет сделано. Такие бизнес-встречи и деловые прогулки по улицам Звенигорода, причем не только центральным, станут регулярными. Делать город привлекательнее для туристов и комфортнее для местных жителей будут совместно не только с предпринимателями, но и самими звенигородцами.